Приветствую вас и понимаю, что за мою маму вы очень сильно переживаете. Понимаете, что она оказалась в достаточно тяжелой ситуации, когда нету никакого будущего, нету перспектив, нету надежды и прочее, и прочее. Понимаете, вы хотите ей помочь, но вместе с этим нужно понять вам в первую очередь, что любая помощь в данном случае будет расцениваться вашей мамой, как еще один довод в пользу того, что вы говорили перед этим. Понимаете, в психологии недаром не рекомендуется и не приветствовать сообщения через третьих лиц. Потому что, чтобы мы не сказали, чтобы вы до себя не поняли, донести это маме у вас не получится, потому что она воспринимает вас через призму своих устоявших заценностей, через налет отношений, который у вас образовался. И, соответственно, воспринимает она вас тоже исключительно как дочь. И это ограничение не позволяет ей прислушиваться к вашим советам. Потому что она не может выйти за рамки отношений мать-дочь. А чтобы ей помочь, начать отношения несколько иного типа. И вы знаете, действительно в срывах нет ничего хорошего. Действительно она себя изматывает. Действительно она вредит самой себе таким образом. И выход, который вы можете использовать для решения проблемы, мне видится только один. Вот, направьте ее к нам на ресурсе, чтобы она задала вопрос. Сама лично написала, сама лично получила какой-то ответ. И, таким образом, преграда, которая у нее есть, она бы, значит, исчезла. Ну, давайте представим себе такую вещь, что лично мой ответ, вы покажете ей. И в этой ситуации, судя по тому, что вы описали, ваша мама привыкла жить на достаточно широкую ногу. А потом, что-то пошло не так. И, когда представился случай уехать за тем, чтобы ухаживать за блаточкой, ваша мама, скорее всего, вспомнила это как повод. Как возможность сохранить лицо перед теми, кто ее знал, и не опозориться с ее точки зрения. Ведь, понимаете, в чем дело? Когда люди занимают определенное положение в обществе, им тяжело потом занимать другое, более низкое положение. А потом происходит, так сказать, сжение сознания, и этот процесс достаточно болезнен. Ваша мама понимает, что, если вернется обратно, будет выглядеть довольно-таки непривлекательно для тех, кто привык видеть ее и мужа, как людей обеспеченных, влиятельных, сильных и так далее. Ее не устраивает. Ее не устраивает, значит, то, что есть сейчас, на данный момент. Соответственно, выхода из ситуации, в данном случае, мне кажется, не то, чтобы нет, он есть. Просто нужно для начала определиться с тем, чего ваша мама хочет сама. Просто, что она хочет. Какие у нее желания, какие у нее цели, какие у нее стремления. Когда в конце концов можно попробовать начать новый бизнес с нуля. Да, сложно, да, тяжело, но это что-то, во-первых. И во-вторых, вы знаете, всегда возможность какая-то есть, и это прекрасно. Тот путь, который ваша мама и отец проходили годами, теперь они пройдут очень быстро. Но, как я понял, есть еще конфликт между вашей мамой и отцом. И, возможно, она остается там, потому что этот конфликт с отцом не до конца разрешен. Остались какие-то обиды в молодости еще. Остались какие-то недоговоренности, какие-то, видимо, невыясненные проблемы и так далее. Все это нужно решить. Потому что если поведением вашей мамы управляет какая-то обидой или какой-то элемент отношения к отцу, это необходимо разрешить. И понять, что в первой степени волнует ваша мама, что ее на данный момент беспокоит сильнее всего. Думаю, это вопрос не бизнес. Думаю, это вопрос, скорее, как вы правильно описали, это вопрос имиджи. Вопрос репутации. Но ваши мамы привыкли видеть, как человека занятого, деятельного, стремящегося куда-то. И если идея бизнеса новая появится, и ваша мама сможет чем-то заниматься на новом месте, то есть придумать дело какое-то, то репутацию свою она не потеряет. Потому что она будет тоже, кем ее привыкли знать. Тут нужно просто понять, что уверенность в себе посохнулась. Но эту уверенность можно восстановить путем, как раз таки, вкладывания сил, энергии во что-то. А не проведение времени в том, чтобы жалеть себя, чтобы постоянно вспоминать прошлое, допустим, и так далее. Вот, примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будьте благодарны. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...